Как видите, сегодня был очень насыщенный день, и на часах, господи, 15 минут 11 я мариную мясо, потому что у нас завтра гости, и торт, и все как положено будет, и мы решили всех удивить шашлыком. Честно скажу, что я ни разу не мариновала шашлык, поэтому я просто была в ступоре, какие приправы сюда добавлять. Позвонила маме, она мне привозит вот такие приправки, покупает их где-то на рынке, видите, что это плов, смесь прям таких вот приправ, у меня мама живет под Киевом, и там покупает раз в неделю есть рынок, и она там у мужчины покупает смеси такие, это что? Видите, я ни разу как-то не воспользовалась суп и рыба, вот, и ни одна из этих приправ, как по мне, не подошла бы к шашлыку, плов я так ни разу сама и не, короче, стыд и срам, поэтому я достала свои приправы из Айхерб, вот эта и вторая тоже предназначена для гриля, это больше для такого перемолотого мяса, для фарша, господи, что я говорю, устала немножко, и вторая для стейков. Я почитала состав, и после того, как посовещалась с мамой, я решила, что да, они должны подойти, и нарезала все мясо, разделила и залила все газированной водой, специально попросила Тома, чтобы ее купил, нарезала лук, немножко оливкового масла и добавила соли, потому что для такого количества мяса, того, что есть в приправе, было бы недостаточно. Давайте посмотрим, что будет, но в любом случае поляки, наверное, обрадуются, потому что у них крайне редко можно встретить настоящие шашлыки, все в основном колбасы, какие-то там стейки, ну, куриный шашлык, кстати, курица тоже есть, надо что-то с ней придумать, вот, а мы будем сегодня, не сегодня, короче, сегодня я еду спать, завтра будем делать шашлык, у меня еще есть ягненок, я пока что без понятия, как я его замариную. Томак делает свой фирменный салат с кровью, я шучу, просто порезался, а я тут разобралась с бараниной, точнее, это ягненок, я нашла у себя зиру, прочитала в интернете, что годится, черный перец, острая паприка, кориандр, соль, ну и лук, тоже газированная вода, здесь у меня три вида, а вот часть муж попросил сделать со свежим розмарином, поэтому ничего кроме соли и розмарина здесь нет, все, теперь все прячем, о салате я вам уже рассказывала, мы часто его делаем, грибочки в каком-то футбуке был, все, спокойной ночи у меня. Вот вы спрашиваете, люблю ли я принимать гостей осенью, особенно вот эту всю суматоху, когда надо готовиться, но именно в день, в который должны приехать гости, всегда какая-то такая напряженная обстановка, пока не появится кто-то из первых гостей, тогда, вы знаете, наступает полный штиль, а так, ну, тут надо что-то приготовить, тут дети все разбросали, тут малыши что-то хотят, ну и кучу всего купить, ни о чем не забыть, и в этом плане, конечно, все очень сильно напоминает мою семью, то есть, когда мой папа был жив, и вот я еще была маленькой, то у нас точно так же был, вообще мой муж так сильно напоминает моего папу, что просто иногда даже не верится. У нас суббота, 14 число, мы ждем гостей, это такой первый стол, его даже столом сложно назвать, то есть, что-то для детей, что они там не едят каждый день, кроме, наверное, вот этих палочек, салатик, и за окном очень-очень жарко, поэтому надо все перенести в день, потому что еще не приехала наша крыша для террасы, как раз во вторник будет, то есть, через несколько дней, и потом только будем жарить шашлыки, я сделаю картошечку, салат, это так, знаете, на первый огонь пойдет. Если они не будут на колоровой пусте, то нужно как-то быстрее их забрать. Окей? Начинаем! Все кулы! Бабушка подарила мальчишкам подарок на день рождения, заказала анимацию. Еще никогда у нас не было аниматоров, когда я не знаю. Почему-то мы их не заказывали, а сейчас классно. Увага, увага, выходим! Наши бомбы się акцивуют за хвиле. Он вам и джетюки взбирал. Боли, боли! Найважнейший, чтобы он был взбивший. Красный дядя Михаил. Сабсисим-милой. А-да, засекай! Вцегай брюх! Так, как я делаю. Рафа, ты улыбайся? Треба меньше зряду. А-да? А-да, что-то нужно сделать? А-да, что-то надо... А-да показывала, как-то надо сделать? Браво! Посмотрите, у Вуйка есть! Это вообще украинский мангал Что мы вчера мариновали Я сегодня еще еду по делам Буду пахнуть костром И мартином Не я за рулем, а ты чего? А с кем ты хочешь? С Сандрой О, я не знаю Автомобиль Автомобиль И будет полицейное, только нужно Домаловать штуки А мы пока накрываем стол И ждем, когда уже наконец-то будут шашлыки Гости голодные, ждут уже второй час Ну, как-то вот так мы запланировали И торт будет в самом конце Ходьте, ходьте, девчонки Не закладывай, ходь Ух 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 Ура! Ну и что? Всесте сом? Сто лет, сто лет Не жиј, живи нам Сто лет, сто лет Не жиј, живи нам Жиј, живи нам Жиј, бо хухася Каси, еще раз Не жиј, живи нам Не жиј, живи нам Не жиј, живи нам А кто? Захаре и Имащ! Б enduring Захаре сдвухнуете? 5 Рréст Так, я в 5 лет Забаш, Майя, какой красивый Можем камеру флешить Игнац, еще раз О, как красиво О, как красиво Мокно Браво Солен Солен Игнац Солен 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 Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! У меня сегодня очень яркий день, такой же, как погода за окном, как видите. Все потому, что я отправляюсь в Париж! И в последнее время я пропустила целых 4 поездки в Париж, в том числе и с подружкой. Это было связано с разными событиями. То праздники, то день рождения одного малыша, то второго, то мои документы не были готовы. То есть сама пластиковая карточка. Я уже начала даже думать, может, просто не судьба. И как только у меня появились первые мысли, что, возможно, не стоит ехать, раз столько было возможностей и ни разу не получилось. И именно в тот день я получила приглашение от марки Bourjois. Мне будет очень приятно познакомиться вообще с самим брендом. У меня было несколько косметических средств, но мы рассмотрим разные новинки. И вообще у нас очень интересная, насыщенная программа. Честь! Сосед! Знаю то, что малыши очень ждут подарков, а я не знаю, сколько у меня будет времени на обратном пути. Поэтому я еще в Кракове купила им машинки. И сейчас я наконец-то сажусь в самолет, который довезет меня до Парижа. Вот так не ожидала. Ну что, поехали. Так, 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 я заселилась. И на зеркале меня приветствует вот такая надпись. Очень-очень приятная атмосфера в городе. Мне надо быстренько переодеться, потому что через 10 минут мне надо быть в лобби-баре, потому что мы едем на ужин. А я, как обычно, приехала последняя. Здесь тоже неотъемлемый стилистический аксессуар Парижа. Беретик. Интересно, он мне подойдет к какому-то аутфиту? Приветствия. Я все попримеряю завтра. И что это такое? А, it me. Это хорошо, потому что я очень голодна. Это помада. Подстава, подстава. Ну, пахнет ванилькой, но много что пахнет ванилью из косметики. Нет, ладно. Я потом спрошу у Вики Моисеевой. Она тоже здесь. Интересно, она съела или нет? Оставим до вечера. Значит, открываю я окно. Точнее, в балкон. А меня приветствует такой вид. Ветрено. Я надеюсь, что меня будет слышно и не придется накладывать звук. Дуб просто захватывает. Я вам серьезно говорю. Я давно не была под таким впечатлением от места, в котором я пребывала дольше, чем несколько минут или часов. А здесь я буду прям три дня. Вуаля. Ну, чем не свежачок. Мне кажется, я давно так быстро не собиралась. Просто, когда я очень тороплюсь, я буквально, не знаю, ничего не крашу на себя. Надеваю все самое простое и выбегаю. Надеюсь, что нигде ничего не торчит. А в принципе, who cares? Правильно? Все, я побежала. Мы сейчас пришли в ресторан. И, значит, такая ситуация. Нам принесли меню. И оно по-французски. Английского нет, потому что каждый день у них новая карта. Вот. И Вика сейчас сидит, гуглит, чтобы нам заказать. Я просто прибавлю на каком кумею. И как бы мне не помогает это никак. Потому что приготовление все равно не ясен. Молочное какое-то мясо. Что с ним дальше делали? Наверное, теляется у нас, скорее всего. Никто не говорит по-французски. Но, в общем, я определилась, что хочу вот эту первую рыбу. Она вроде как менее жирная. Посмотрим. Главное, никакие мозги не заказать. И все в этом духе. Мы остановились в очень интересном отеле. И у меня окна выходят на какой-то, не знаю, собор или что-то такое. Не успела посмотреть. А у некоторых во двор. Так атмосферно. Мы наконец-то приехали. В принципе, можно было бы и поспать. Нам говорили, в 8.15 выходим. Ничего подобного. Выехали мы после 9. Все здесь на расслабоне. И у нас, да, будет первый мастер-класс. Девчонки-блогеры-красотки. 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 Алена. Вика. Ох, тут себя я не снимаю. Вика в процессе постоянно. И Влада. Это наша русскоязычная компания. Она снимает тоже операторы. Ну, ждем. Сидят модели. Мне кажется, что их будут красить. Или мы их будем красить. Сегодня мы будем говорить о контуре. Сейчас визажист Буржуа покажет нам, как правильно наносить новинки. Это такие румяна. Они двойные. И они предназначены для быстрого контуринга. То есть не такого, как в Инстаграм, а для очень свежего, отдохнувшего вида в стиле парижанок. Француженок, в принципе. Вот. Сейчас послушаем. Что же расскажет визажист. И я надеюсь, тоже покажет, как правильно наносить помады, создающие эффектом бред. А вот еще нам выдали кисти, прям в таких косметичках. Вика тоже что-то снимает. Вот. Но я надеюсь, что нормально слышно. Синтетические кистики. Теперь самое страшное, потому что я не визажист. Я крайне редко кого-то крашу. Но рассмотрим новиночки. Мне очень сложно открыть все одной рукой. Эти румяна используются для дрейпинга. То есть для контурирования именно румянами. Я надеюсь, что я не испорчу мою красивую модель. Запах такой же, как легендарные румяна. Я не знаю. Я не знаю. Сейчас мы приехали на Вандомскую площадь. И, господи, как же здесь красиво. Мне придется второй раз сюда вернуться и спокойно все изучить, Давайте рассмотреть. Вот эта вот штука, статуя, сделана из пушек, из переплавленных пушек. И сейчас мы приехали в отель Ридс Карлтон, в котором останавливаются все звезды. И у нас здесь очередной мастер-класс. Моя рабочая зона. Но сейчас у нас будет какой-то мастер-класс по приготовлению, не знаю, может, макарунов? Чего-то. Шеф-повар. Уф-пуф. Вот зачем нас спрашивали, какой у нас размер, чего. Хотя, может, это не все. Круто. Вообще, честно. Видите, они именные. Вика, мы готовим макаруны, правильно? Да, мы готовим малиновые и розовые макаруны. У нас здесь сахар. Очень много сахара. Потом нужно небольшое количество воды. А теперь нам нужны яичные желтки. Мы их добавляем в миксер уже. Ну, тут нам... Холодные? Да. Нам тут уже все сделали. Тут как бы от нас ничего не зависело за мало. Да, просто уже количество нужное, выбранное. И нам нужно только не испортить. И то. Посмотрим, что из этого получится. И здесь масло. Если мне дома кто-то так готовил, Вика, я бы постоянно... Я бы умела готовить. Да, да, да. Вот. А масло и яйцо выглядят одинаково, поэтому... Мне на самом деле глупости не называются. Подожди, точно это у меня? Ну, поди, скажи. Если у нас вдруг что-то не получится, двигай, то есть запасные макаруны. Поэтому мы особо не переживаем. Процесс пошел. Оля трудится. Прикольно? Не получается. Будешь дома делать? Конечно. Каждый день. Надо было в это время отнести в свое вооружение. Вот. Вот так должно получиться. Ага. Почти. Ну, найди 10 отличий. Я только что поняла, что я не умею готовить. Нет, готовить ты умеешь, просто может быть макаруны не твоя фишка. Да, не твое корунное блюдо, макаруны. Не мое макарунное блюдо. Второй дубль. Я сразу не заметила, что здесь румяна. А я говорю, у нас должны получиться такие макаруны. Мы надеемся на лучшее. Вика там следит за сахаром, который мы кипятим в определенной температуре. У меня как-то на кухне все гораздо проще. Прикольно-то как придумали. И у нас должны получиться такие макаруны. Все говорят, что они вкусные. Но не знаю, не знаю. Портить нельзя. Нужно финишное прямое. Да. Теперь уже... У тебя как раз макаруны в твоем стиле, чтобы они не были слишком сладкими. Ты набухала лимона. А теперь кладешь меньше начинки. Повара в шуке. Да. Создала. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубрию. Продолжение следует... Мы находимся в мастерской, и я подозреваю, что мы будем что-то творить. Продолжение следует... Классно, когда в поездке есть кто-то, с кем ты на одной волне, и вообще с кем просто болтаешь без каких-то задних мыслей, просто можешь быть собой. И сейчас мы отправляемся на вечеринку. Буржуа, понятное дело. После этого будем отдыхать. Завтра утром мы еще едем в бутик Буржуа, и я возвращаюсь домой. Очень короткое путешествие, но для себя я уже отметила цель на, может, не ближайшее будущее, но однозначно хочется как можно скорее вернуться в этот город, чтобы им так полностью насладиться, потому что у нас все-таки был пресс-тур, а мне хочется узнать город как-то ближе, вот именно на сам город, смотреть на местное население. Мне очень-очень понравилось вот и организация, и город потрясающий. Ну, придраться не к чему. Вы даже видите по моему настроению, что как бы, когда что-то не устраивает, это сразу заметно. А я действительно за эти дни устала, но отдохнула. Это такая приятная усталость, с которой даже радуешься. Вот такие дела. А сейчас я еще возьму свою сумочку и уже еду вниз к девчонкам, и надеюсь, что будет весело. И я уверена в том, что поездка тоже закончится на такой волне, и хочется еще-еще-еще-еще-еще Парижа. Еще чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok